Всем привет, меня зовут Ушел и сегодня у меня на обзоре клавиатура QCyber Zodiac. Я никогда не считал продукцию компании QCyber отечественной. Нет, безусловно, юридически компания зарегистрирована где-то в СНГ, но по факту все ее продукты были результатом бейдж инжиниринга. Берем готовый китайский продукт, лепим свой логотип и продаем. Совсем недавно QCyber анонсировала ряд весьма интересных на первый взгляд продуктов, и одним из них является механическая клавиатура QCyber Zodiac. Комплект поставки клавиатуры весьма скутный. Помимо самого Zodiac в коробке есть только инструмент для съемок кикапов. Сама коробка стандартного размера и выглядит на мой взгляд строго и весьма красиво. Однако стоит отметить, что клавиатура на картинке не совсем соответствует тому, что внутри. Есть отличия как в шрифте на кикапах, так и в других элементах. QCyber Zodiac это полноразмерная клавиатура типа скелетон. Верхняя часть выполнена из металлической шлифованной пластины черного цвета. Внизу панель изогнута, словно как подставка под ладони. Однако при обычном использовании ладони не соприкасаются с корпусом и висят в воздухе. Так что это чисто дизайнерский элемент. Сверху тоже есть изгиб, но он уже изогнут вверх. Никакой функциональной роли он тоже не играет. А жаль, ведь вся эта площадь отлично просматривается глазами из-за верхнего ряда кнопок. Помимо изгиба, в верхней части находятся два золотых винтика. Смотрятся они как-то дешево и по-китайски. В правом нижнем углу нанесен логотип компании. Качество печати неплохое, однако некоторые сомнения вызывают долговечность, так как по сути логотип это просто наклейка на пластину. Немного нелепо выглядят и светодиодные индикаторы с надписями, отвечающие за капслок и другие функции. Диоды хороши, они светятся в меру ярко и равномерно, но вот шрифт под ними просто ужасный. Ну неужели нельзя было написать аккуратно капслок вместо гигантской буквы С? Нижняя часть корпуса выполнена из матового пластика. По краям расположены 4 резиновые ножки. Также предусмотрено одноступенчатое регулирование наклона клавиатуры. Однако выдвижные ножки не прорезинены и клавиатура в таком положении более склонна скользить по столу. Угол наклона изменяется значительно, но лично для меня пользоваться удобно клавиатурой в любом положении. Также отсутствует ножка по центру корпуса, от чего зодиак заметно пружинит в районе клавиши пробела. Выход кабеля смещен относительно центра корпуса, а какая-либо система кабель менеджмента тут отсутствует. Самые кикапы выполнены по технологии Double Injection Molding, где символы это отдельный слой пластика, так что стираться тут точно ничего не будет. Как мне кажется шрифт на любителя. Я не могу назвать его очень красивым, но и некрасивым его тоже не назовешь. Латинские буквы крупные и легко читаемые, кириллица меньшего размера и смещена чуть ниже, от чего подсветка некоторых букв неравномерная, так как диод расположен в верхней части свеча, а рассеивателя света в кикапе нет. Без подсветки шрифту, на мой взгляд, немного не хватает контрастности, от чего русские буквы считываются не так легко, как хотелось бы. Сами кикапы выполнены из черного слегка шершавого пластика с приятным тактильным ощущением. В целом они хорошего качества, но кое-где встречаются заусенцы, а слой прозрачного пластика на обратной стороне выглядит как-то небрежно и дешевенько. В качестве переключателей тут используются синие свечи Jixian, или как их там правильно произносить. Особого опыта с ними у меня нет, и сколько они реально прослужат, я сказать затрудняюсь. По ощущениям они довольно сильно проигрывают черри. Во-первых, толкатель гораздо сильнее болтается в корпусе, во-вторых, отсечка клика не такая явная, а в-третьих, звук клика не такой благородный, слышно как внутри пружинка дребезжит. Это не лучший выбор свечей на мой взгляд. На длинных клавишах применены стабилизаторы типа мнимый свитч. В целом со своей задачей они справляются. Пробел и шифты нажимаются без каких-либо проблем, а вот клавиша Enter нажимается с гораздо большим усилием, чем другие клавиши. Раскладка у Zodiac хорошая, геймерская, с большими шифтами и не смещенным рядом кнопок F1 и F12. Enter тоже большой двухэтажный, что несомненно плюс. Однако, печатать на клавиатуре не очень приятно, особенно в плане акустического комфорта. И тут скорее вопрос не к свечам, а к общей конструкции. При печати идет звон по корпусу. Послушайте. Звучит это как-то дешево и не серьезно. Кабель у клавиатуры без заплетки, он довольно-таки толстый. Гнется он не очень охотно, но основным его минусом я могу назвать недостаточную длину. Для настройки клавиатуры нет никакого специального софта. Вся конфигурация производится с помощью клавиши Fn и... и тут опять серьезный косяк. Дополнительные функции клавиатуры никак не промаркированы на кейкапах. Методом тыка я нашел, как менять режимы и цвет подсветки. Просмотрев видео на сайте QCyber я узнал, что верхний ряд отвечает за медиа и какие-то еще функции. Но спустя 15 минут я уже забыл, какая комбинация клавиш регулирует громкость, а какая меняет треки. Режимов подсветки тут предостаточно, а вот ступени яркости хотелось бы побольше. Их всего три. Так, какие ощущения у меня вызвал QCyber Zodiac? Наверное, скорее отрицательные, чем положительные. К сожалению, Zodiac это очередной результат бейдж инжиниринга. Взяли готовую клавиатуру, которая стоит около 20 долларов, наклеили свой логотип и продают в 4 раза дороже. Если отбросить момент с ценой, то сама клавиатура тоже отнюдь не идеальная. Во-первых, печатать на ней не очень приятно, она гремит и местами прогибается. Дизайн как шрифта, кейкапов, так и самой клавиатуры, мягко говоря, на любителя. А отсутствие маркировки медиафункции меня вообще убило. Ведь если сложно сделать дополнительную маркировку на кейкапе, есть целая изогнутая пластина над верхним рядом, куда без каких-либо проблем можно нанести иконки дополнительных возможностей кнопок. Но видимо это было слишком дорого и слишком сложно реализовать. Итак, с вами был я Тушел, если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч!